вот на таких стиральных машинах хайр многие там в комментариях пишут протечка видите как ржавеет такая болячка у них что отсюда из порошка приемника вода сюда вытекает по чуть-чуть но вытекает сегодня рассмотрим как это исправить проклеивать кувету саму сам диспенсер и заваривать канала заклеивать некоторые мастера паяльником там их заваривают но это неудобно поэтому что для начала нужно сделать ну разбираем откручиваем 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 берем отверточку подковыриваем здесь все снимаем снимаем фишки также для этого необходимо будет снять морду зубилом либо стамеской так Так. Вот этот попробуем. Вот этот попробуем. Плоскогубцами скидываем вот эти клипсы, держатели. Плоскогубцами. Приподнимаю наверх. Плоскогубцами. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Достали Сейчас мы ее половинем разбираем Разбираем диспенсер По периметру раскручивая Скидываем клапан По трубке Для большего удобства Чтобы они нам не мешались Вот по вот этим признакам Видно, что вода уже здесь скальцинировалась Бежала тоже по периметру Тоже необходимо проклеивать Здесь торца тоже у нас Аааааааааааау Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Она как раз таки из-за жесткости воды получается вот так вот заужает просвет. И потом из этой дюзы получается начинает брызгать сюда вот так в сторону. Вот видим, вот тоже эти каналы. Их все нужно будет прочистить. По идее, такая прочистка без разборки тоже поможет с лимонной кислотой. Но вот эти каналы все равно нужно необходимо заварить. Вот. И дальше уже впоследствии прочищать вот эти при помощи щеточки изнутри подлазя. Вот. А сейчас мы это все дело моем. И включаем термопистолет. Первым делом проклеиваем вот это вот окно. Завариваем его, заклеиваем. Нанеся сюда скотч бумажный. Можно не бумажный, там без разницы. Вот. Заклеиваем его с этой стороны. Все. И здесь заливаем термоклеем. Углы. Вот. Пусть пока затвердевает, сохнет. Дальше. Проклеиваем каналы не просто капелькой, да? А по кругу. Потому что если что-то там не проклеится немного, она из-под нее будет еще хуже, получается. В сторону бить напор. Вот. Но у LG еще здесь в середине такие два окошечка есть. Квадратные, большие довольно-таки. Их тоже нужно заваривать. Сейчас я покажу, как на LG. Вот у нас есть уже подготовленные. Вот видите? Вот эти два окошечка необходимо будет тоже на LG заваривать. Так. Дальше силиконом. Вот так вот по периметру. Вот так вот. Вот так вот. здесь проходим сзади не жалеем нам скотч вот но я чуть-чуть поторопился не застыл он еще в общем вот так вот это все монолитом выглядит здесь сбоку так соединяем половинки не закручиваем стягиваем болтами вот эти стыки желательно вот так пройтись пальцем особенно вот здесь вот замок где замок так все после того как нанесли силикон собрали обе половины необходимо взять лоток и прогнать так сказать да вдруг где-то силикон там вылез чтобы его можно было вот так распределить иначе это если этого не сделать иногда бывает приходится доставать оттуда здесь сбоку но вот на элджи да особенно тут то нормально вот обязательно лотком поездили вот так и в принципе если вы сами там дома для себя делаете ну можно оставить нам несколько часов да но обычно ребята сразу же мастера кто они собирают это все дело ну и потом через несколько часов запускает машинку когда все дело высохнет все дальше также монтируем этот клапан ставим на место и собираем в обратной последовательности эта машинка у нас пойдет на разбор я уже показывать не буду поэтому если было полезным ставьте лайк подписывайтесь колокольчик поставьте чтобы не пропускать видео многие смотрят без подписки подписывайтесь ребята много интересного